Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Юлия Стар. У нас с вами небольшая рубрика по комментариям. Сестрицы у нас не вышли на связь, да? Хотя они целый день вчера были в онлайне. Тут они уже не пропали. Просто, понимаете, ну тут уже мы должны понимать, да, что когда их нет, значит, что-то не срослось. Они так обещали рассказать про Келлер и что же произошло с камерой, что ещё просто не придумали. Скажем так, сценарий просто ещё не готов, да, ещё не подготовлены. Но провисают в Ютубе целый день в онлайне. Да, прям с утра, прям с утра в онлайне, ребят. Я их вижу на протяжении всего дня до поздней ночи. Наверное, провисают у меня на канале, комментарии читают, да, и готовят сценарий с мразотами. Ну, они это любят, да. Ну и пройдусь по некоторым комментариям, ребят. Такие прикольные комментарии, не могу просто не поделиться. Стесняюсь и боюсь спросить. С людьми-то всё в порядке? Они живы? Они здоровы? Что пережили? Сочувствую. Это, наверное, страшно. Я, если честно, не поняла. Это, получается, под обзором на то, что их люди увидели вживую. Я не поняла, думаю, как это так? Какие люди живы? С ними всё в порядке? Я сначала подумала, что про страстенок. Ну и, конечно же, ответы читаю. Вы каких людей имеете в виду? Тех, которые видели сестёр вживую? И дальше ответ. А, вроде эта женщина после того написала здесь, но, возможно, шок был немалый. И пишет женщина, да, пишет эта женщина. Я жива, но очень страшные они, и лучше вам с ними не встречаться. Дальше. В смысле увидеть и умереть со страху? Живы, но получили моральную травму от увиденного. Значит, моральную травму всё-таки получили. Я одно не пойму. Ведь три года назад в Киеве не было никаких боевых действий. Отчего они тогда бежали? И ответ. Вы удивитесь, но сейчас тоже нет. А в Одессе пляж забит отдыхающими со всей Украины. Ну, это я не знаю, подтвердить не могу. Одессу очень люблю. Киев тоже. Не раз была в Одессе на море всей семьёй. И, если честно, скучаю по тем временам. Ну, и ещё один ответ. От голода, наверное. Ну, знаете, вот от голода-то больше подходит. Причём девкам-то хотелось в Европу. Ой, как хотелось в Европу. А тут как раз-таки и подвернулась сразу же такая возможность. Ну, и дальше. Какие они мерзкие? Немцы в транспорте шугаются от них. А какой запах от них в жару? Можно в обморок упасть. Знаете, я вот иногда сама вот рассуждаю и думаю. Ну, да, вот такие вещи, как запах, да, и полнота. Вот как бы и не следует обсуждать. Но не в этом случае, ребят. Не в этом случае. Они показывают, отчего они обе такие огромные. Показывают, какие болячки уже себе понаживали жрачкой. Причём они сами рассказывают, что купаются они исключительно раз в неделю. При том, что когда потеют, они раздеваются, чтобы обсохнуть. Ну, по крайней мере, Юлька нам это демонстрирует. Она сидит в лифчике и рассказывает, что вот она сжарилась там, вся вспотела. И теперь обсыхает. Вещи её на двери висят, да, тоже просыхают. Потом она их успешно, да, складывает в шкаф. Вот так вот отсюда и невозможно просто промолчать, если мы это видим. Знаете, когда я вижу полного человека, у меня нет к нему какой-то там брезгливости, да, потому что я не могу знать, этот человек полный от того, что сам себя закармливает, либо этот человек просто особенный и с особенностями здоровья, и это, возможно, приём медикаментов, и, возможно, человек сам того не хотя поправляется, ведь такое тоже зачастую бывает. Я знаю об этом не понаслышке. Но то, что мы видим у наших фриков, к этому абсолютно не относится. И когда я вижу вот именно Юльку, да, у меня ужасная брезгливость от того, что я вижу, от того, что я слышу от неё, и здесь просто по-другому элементарно быть не может. Ну и дальше замечательный комментарий. В прошлом обзоре хомячки написали, что девочки на случай войны запаслись. Ага, на случай войны. Германия, украинские беженцы, запасы в подвале пригодились. Нам ещё тогда показывали запасы. На случай войны огромная сумка, забитая Феррера Рошер. Надо написать людям, занимающимися курсами по выживанию. Не то вы рекомендуете. Выживать надо на лангустинах и Феррера Рошер. Да, ребят, но ещё вдобавок на алкашки. Помните, сколько алкашки ещё было в подвале? Ну, правда, опустошается она одним махом Юлька. И как-то она в последнее время чё-то как-то присела на стакан. Дальше. Да, Оля, тут писал кто-то из ваших подписчиков. Оля, что увидев их обоих в магазине, женщина застыла. Одна страшнее другой. Они весь проход занимают для передвижения. Если подошли к середине продуктов, нужно разворачиваться и обратно через другой проход. Хоть и страшна, но Юлька Красуля написали тут по сравнению с Лоркой. Та вообще не в сказке сказать, не пером описать. Чудо чудное, диво дивное. То ли баба, то ли бык, то ли лошадь, то ли мужик. Слушайте, я даже сейчас боюсь представить, какая она. Ну, собственно, на видео, которое мы смотрели, да, новостное видео, я бы не сказала, что прям там ужас ужасный, да. Ну, баба-баба и высокая заметно, да. Ещё не такая огроменная. Ну, за счёт роста, возможно, она и тяжёлая, большевесная. Ходит в штанах, я думаю, из-за того, что у неё такие же ноги, как у Юли. Ей же тяжело ходить. И она постоянно задыхается. И сейчас тоже, со слов девиц, у Лорки нет волос. То есть она стрижётся не так, как на видео, а очень-очень коротко. И ей даже плевать, какая там прическа. Я понимаю, что она косит просто под мужика. Ну, правда. Но если слышать её разговор, то, знаете, ну, с мужиком ничего общего нет. А вот с ребёнком, ну, лет пяти как раз-таки есть. Но это товарищи уже из рода психиатрии. Что у одной, что у второй. И зачитаю ответы к комментарию. Смотрела сегодня старый ролик, где Лорка подсматривает за сантехником. Как представила себе эту картину, обострёшься с испугу. Огромная стрёмная баба с камерой подглядывает и пыхтит. Видос протечка, а сантехник очень даже хорош. Слушайте, я тоже представила эту картину. Там, если бы тот сантехник случайным образом повернулся и увидел её, там, наверное, бы он все трубы переломал бы со страху. Дальше. Протечка. Она при виде такого сантехника измучилась, по всей видимости, течкой. Простите, девочки. Но что правда, то правда. Ага, он на полу полулёжа что-то делал. Цирк. Людмила, вы знаете, комментарии, на которые вы мне ответили, его удалили. Странно как-то. А ответы видны. Видимо, кто-то тут, как тут. Не спит, не ест фигуру. Потерял и морозильник потерял. Да, девочки, тусуются они тут у меня. Тем более, что в онлайне весь день до поздней ночи. Они только и торчат тут и кидают жалобы. Им же не имётся. Они же извелись от злости. Наверное, орут там на всю квартиру. Кстати, написали в комментариях. Вы послушайте, как они поднимаются. Какой шум и какой топот в подъезде. Я представляю, ребят, каково там соседям. Постоянно вот это вот всё слышать. Ну и дальше. Она, наверное, насмотрелась немецких фильмов про вызов сантехника. Ой, ребят, не могу. Ну и юмористы вы у меня. Ну и дальше. Изначально я на них смотрела просто покатывалась от смеха. А сейчас они вызывают чувство брезгливости и омерзенья. И здесь я соглашусь. Если раньше я на них смотрела и думала, вот фрики, самые обычные фрики. И мне ещё даже было как-то немного их жаль. Была вот какая-то жалость, что ума нет, одинокие бабы. И вот они от тупости своей вот такие зависимые с этой жрачкой не могут себя остановить. А чем больше я их продолжала смотреть, тем больше я понимала, насколько они противные, злые, недалёкие тётки, которые наполнены внутри желчью, грязью. Они никогда никого не любили и не любят, кроме себя. Хотя я бы не сказала, что они себя любят. Они любят свои желудки и любят жрачку больше, чем себя. Ну и да, мне написали ещё люди, надо быть добрее. И ответы. Так вы старухам об этом напишите. Так мы все здесь добрые. Вы о чём вообще? Слушайте, и правда, а что в нас такого злого? Мы весёлые, добрые. Мы общаемся, мы юморим. И ничего у нас здесь нет злого. Мы не обзываемся, ни на кого не кричим, не обзываем мразотами. Нам просто весело. А вот злость, желчь и всякая ненависть и зависть – это как раз-таки у сестриц Старостенко. Мои дорогие, спасибо огромное вам за комментарии. Спасибо за ваш юмор, за ваши прикольные комменты. И спасибо за лайки и за поддержку. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.